Комитет по правам человека Законодательного собрания Тайваня провел 30 декабря вступительное заседание в связи с публикацией новой книги выживших в концлагерях Восточного Туркестана Михрюль Турсун. Свидетельница лагеря Михрюль Турсун в режиме видеоконференции представила свою книгу «Место, куда вы никогда не вернетесь». На встрече присутствовали члены Тайваньского законодательного собрания от различных партий, представители «Эркиш», лидер студенческого движения 1989 года и члены Тайваньской ассоциации Восточного Туркестана. Ван Диньюй, глава Комитета Тайваньского парламента по правам человека, заявил на встрече, что законодательное собрание приняло резолюцию два дня назад и признало, что Китай совершил геноцид против уйгуров. Как стало известно, проект, предложенный 15 депутатами, был единогласно принят парламентом 27 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглу заявил, что китайские власти уже пять лет не разрешают послу Турции в Пекине беспрепятственно посещать Восточный Туркестан. Отметив, что Турция хочет сотрудничать с Китаем на прозрачной основе, Чавушаглу заявил, что наш посол еще не был там, поскольку Пекин не дает на это разрешение, хотя существует программа, которую составили обе стороны. Чавушаглу также заявил, что ранее Китай предлагал направить в Восточный Туркестан гуманитарную миссию от Турции, однако пришло уже пять лет с тех пор, как Си Цзиньпинь предложил это. Далее цитата. «Почему вы препятствуете выезду этой делегации в течение пяти лет? Почему вы не сотрудничаете с нами? Турция не рассматривает это как политический вопрос. Мы категорически не антикитайцы. Мы всегда говорили, что поддерживаем политику одного Китая», подчеркнул Чавушаглу. Китайская Народная Республика объявила о назначении посла Пекина в США Циньгана министром иностранных дел. Ожидается, что 69-летний Ван И, который был назначен членом Политбюро Коммунистической партии в октябре, теперь будет играть более важную роль во внешней политике Пекина. Циньган, 56 лет, занимал должность начальника протокола президента Китая Си Цзиньпина с 2014 по 2018 год. Вслед за такими странами, как США, Италия, Испания и Япония, Великобритания также ввела требования тестирования на COVID-19 для людей, прибывающих из Китая. В заявлении Министерства здравоохранения Великобритании сообщается, что пассажиры, прибывающие из Китая, должны пройти тест на COVID-19 за два дня до въезда и представить отрицательный результат теста. Требования вступают в силу 5 января 2023 года. Президент России Владимир Путин во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в режиме видеоконференции заявил, что Россия хочет укреплять сотрудничество между российской и китайской армиями. Редактор субтитров А.Семкин